Давайте начнем. Сегодня мы пришли на вебинар с MyRentacar, на котором мы расскажем, как заработать полтора миллиона рублей на прокате авто. И прежде чем мы начнем, я немного расскажу вам о маленьких организационных моментах. Ваш микрофон автоматически отключен, поэтому не пытайтесь ничего сказать, но если вам есть что сказать, то пишите об этом в чат. В конце вебинара у нас будет короткая Q&A-сессия, на которой мы разберемся ваши вопросы и ответим на самые интересные. Также этот вебинар записывается, и мы пришлем вам запись в течение нескольких дней после вебинара. Мы также соберем все ваши вопросы и ответим на них, и пришлем вам ответы на эти вопросы. Теперь, наверное, начнем. Давайте познакомимся. Меня зовут Лиза, и я менеджер по маркетингу в Travel Payouts. Сегодня я буду модератором этого вебинара. И со мной в офисе Aviasale в Санкт-Петербурге Сергей Фисенко, руководитель партнерской программы MyRentacar. MyRentacar. Пройдемся немножко по программе вебинара. Сегодня я расскажу вам немного о Travel Payouts и о самых главных акциях, которые сейчас есть у нас в компании. Потом Сергей перехватит микрофон и расскажет вам о MyRentacar, о целевой аудитории, о том, где найти трафик, а также поделиться полезными кейсами и советами. В конце вебинара Сергей расскажет о бонусах от MyRentacar. И мы также проведем сессию с вопросами и ответами. Давайте начнем. Я хочу рассказать вам немного о Travel Payouts для тех, кто вдруг не знает. Travel Payouts – это партнерская сеть метаполисковика авиабилетов Aviasales, которая работает по всему миру, и у нас уже более 160 тысяч партнеров по всему миру. В сети, помимо домашних оферов Aviasales и Hotel Look, есть также более 30 других туристических оферов, включая страховки, туры, аренду авто и другое. Наша гордость – это то, что за 6 лет мы выплатили более 700 миллионов рублей. Для наших партнеров доступны три основные площадки в Travel Payouts. Это личный кабинет, где вы можете найти ваш дашборд со всей статистикой. Также вы можете подписаться на офферы, и вы можете найти все наши инструменты. Это база знаний с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы. Также вы можете там задать вопрос нашему суперпыстрому саппорту. И это блог. Блог – это место, где публикуются новости и полезные кейсы, для того, чтобы вы смогли зарабатывать как можно больше. Если вы читаете наш блог, то следующие новости не станут для вас сенсацией, и тем не менее я расскажу про них. У нас проводится сейчас акция. С 20 июня до конца 2018 года Travel Payouts дает 100% комиссию за все авиабилеты, откуда угодно в Казахстан, куда угодно из Казахстана и внутри Казахстана. Подробнее об акции читайте в нашем блоге и запоминайте мандру. Казахстан – двойная комиссия. Уже в сентябре мы проведем второй Travel Payouts Summit. Он будет проходить в Москве. Дата и место пока что держатся в тайне, но мы вам сообщим обо всех деталях ближе к делу. Также мы запустили серию вебинаров для новичков и не только. Вы можете найти их на нашем саппорте, а также в нашем блоге. С Сергеем сегодня начинаем серию экспериментальных вебинаров с нашими рекламодателями. Поэтому подписывайтесь на другие вебинары тоже. И еще важная новость. У нас довольно давно, ну месяца два назад, появился Telegram-канал. Telegram-канал – это лучший источник для оперативного получения всей информации о Travel Payouts. Так что если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Когда вы подписаны на мой Telegram-канал, вы можете быть точно уверены, что вы в курсе всех последних новостей про Travel Payouts. Начнем, наверное, часть Сергея. Сергей, расскажи нам, как из простого смертного афилиата ты превратился в руководителя партнерской программы «Марин Дакат». Да, всем привет. Очень приятно всех вас увидеть. И все это замечательно. Рад видеть, что столько людей подключилось. Это очень здорово. Так, сейчас я хочу вначале рассказать, как я пришел к тому, что я стал руководителем партнерской программы, хотя изначально был фактически SEO-оптимизатором, просто занимался какими-то своими бизнесами. И как я стал руководить тем, что всеми партнерскими направлениями. Если мы посмотрим, вот у меня маленький такой план. Первые шаги всего я сделал тогда, когда я понял, что я учился на экономическом факультете, и я понял на втором курсе, что это все не нужно, это все бесполезно, это просто никому не надо. Я думал, как можно зайти без очень сильных навыков программирования, как можно зайти в интернет-сферу. Так, кто-то написал, что звук нет. Напишите, пожалуйста, все ли у вас, слышите, видите? Все нормально, все окей. На нашем концепции есть, все супер, отлично. Двигаемся дальше. Тогда, смотрите, вот, после того, как я изучил SEO, довольно подробно все это изучил, посмотрел, я начал искать сам клиентов, то есть я сделал фактически свою компанию в 20 лет, то, что я искал клиентов, которым нужно как-то продвинуться в интернете. Я изучил, как работают поисковики, но потом уже в 2015, после того, как поработал 2-3 года, к 2015 году понял, что SEO в чистом виде, оно меняется очень сильно, и в таком виде, в котором оно было раньше, оно будет больше неактуально. Потом я перешел, соответственно, на Инстаграм, когда он как раз, вот, мы с девушкой открыли маленький бизнес, мы делали там леденцы объемные, фактически вообще без всяких вложений в рекламу, без сильного... Отлично, я рад, что все теперь нормально слышите, видите, супер. И запустили бизнес в Инстаграм, и без всяких каких-то вложений мы буквально за 2 месяца, мы вышли наоборот в 100 тысяч рублей в месяц, а на третий месяц у нас купили, непосредственно Газпром у нас закупил эту партию леденцов, и это было супер, здорово, интересно. Мы поняли, что это еще один источник трафика, источник того, как можно зарабатывать, как привлекать клиентов, супер, но мы не захотели больше заниматься едой и передвинулись немножко дальше. То есть девушка у меня открыла еще один бизнес, только уже подключая больше рекламных инструментов, включая официальную рекламу, вышел там наоборот и вообще в месяц по 200-300 тысяч. Это как появился, как отличный, хороший инструмент, с которым интересно, как работать, это тоже супер. Потом, соответственно, я поработал целый год в американской компании, там, где 85% всего трафика, он был с соцсетей. Причем в основном это был YouTube, Instagram, Facebook. То есть они очень грамотно работали со всей своей аудиторией. Они понимали, что по им запросам, они там занимаются образованием, им очень сложно зайти, было пассиво и через директ, потому что через директ дорого, пассиво очень долго вылезать. Они начали давить через YouTube, потому что там в 2015-2016 году еще было поменьше, и конкуренции там почти не было. И они смогли залезть, и 85% трафика они огнали оттуда. Но второй у них источник трафика, помимо, соответственно, соцсетей и всего остального, у них была партнерская программа. К партнерскую программу приходили очень лояльные, хорошие, замечательные клиенты, которые покупали, которые были довольны, которые читали про эту компанию на сторонних сервисах, приходили здорово. И потом, с того момента, я начал изучать партнерские программы очень-очень плотно. То есть если мы посмотрим на самые топовые компании, мы бы не поймем, что сейчас affiliate marketing – это, наверное, самый лучший инструмент в продвижении своего бизнеса. И вообще любого. Это с точки зрения, причем для веб-мастеров это один из самых выгодных способов зарабатывать большие деньги, а для бизнеса это самый дешевый, эффективный способ привлечения, соответственно, трафика. Например, Amazon. Все знают, что ссылки Amazon абсолютно здесь есть. Sandbird – американский стартап с русскими корнями, которые полностью зафилированную программу вышли на оборот и в 5 миллионов долларов в месяц. И к тому моменту, когда все это я понял, я вначале контактировал с мастерами, искал сам и предлагал какие-то партнерские программы, о которых они не подозревали. То есть, например, я находил ребят, которые пишут про английский язык и при этом не используют партнерку Grammar или того же. А это они теряют деньги. И потом я понял, что... То есть я вначале находил партнерки и связывал их с непосредственно... А потом решил, ну, делал-ка маленький свой. Там тоже будут поездки за рубеж, про изучение языка, где как бронировать. Ну, то есть, в принципе, все по классике. Там Airbnb и Booking, и Grammar или Skyeng тоже было. Все было. И в какой-то момент я понял, что вообще есть ниша целая – это аренда авто. И я для себя открыл эту нишу совершенно случайно, потому что я не знал, что там так много заказов, то, что там настолько хорошая аудитория, которая действительно интересуется, которая покупает, что обороты совершенно невероятные. Комиссии для партнеров просто очень классные. Вот, поэтому я просто был в восторге. Я установил себе партнерскую программу MyRenticar, и буквально за 12-й день у меня уже доход с MyRenticar был больше, чем чуть ли не со всех остальных моих источников, ну, афиляток. И тогда как раз мы познакомились с Кириллом, который основатель нашей компании, и он как раз хотел найти человека, который мог бы привлекать новых партнеров, объяснять им какие-то сложные моменты и, в принципе, рассказывать вообще, работать с непосредственно нашей партнерской программой. То есть к тому моменту, когда я уже подключился к этой партнерке, я уже знал, как работает СИО, я знал, как работает социалка. Все. Я знал, с чем сталкиваются основные, ну, какие трудности возникают у нас, и как с ними бороться. Поэтому, соответственно, я очень полезным стал для Кирилла человеком, который смог объяснить для многих-многих-многих партнеров, которые боятся подключать афилятку, как вообще это делать и как правильно зарабатывать. И сейчас как раз, вот, да, соответственно, то, что вот, почему я может посмотреть. И, соответственно, сейчас я вам немножко расскажу про саму эту компанию, потому что мне очень понравилась эта компания, когда я первый раз узнал про нее, когда я узнал, как она работает, и я понял, почему эту парню надо продвигать и почему она стоит того. Смотрите. Если вы вдруг не знаете, My Rent-A-Car, это изначально началась, в принципе, довольно популярная история всех интернет-проектов. Это в том, что когда Кирилл жил в Черногории, он начал просто писать блог. Он рассказывал про Черногорию, писал какие-то интересные статьи, где посетить, что посмотреть, что увидеть. Он нашел проблему, то есть он нашел боль клиента в том, что забронировать автомобиль в Черногории в интернете не так просто. И это либо очень дорого, либо это через какие-то совершенно невероятные суммы все сложно, непонятно и ужасно. В 2011 году был запущен проект, который изначально работал только по Черногории. И так было вплоть до 2014 года мы начали расширяться, расширяться, расширяться. И в 2015 году мы уже начали активно работать по семи странам, семи направлениям. И смотрите, в 2015 году мы вышли на оборот в один миллион евро, в 2017 уже в двум миллион. Я думаю, что в 2018 это будет миллиона, так, четыре. Основные направления, где мы работаем, это Греция, Болгария, Кипр, Черногория, Крым, Чехия и Грузия. Это все основные туристические направления для российских турентов, для российских туристов. И мы во всех этих странах работаем. Не просто так мы их выбирали, конечно же, потому что именно сюда, как показывает практика, чаще всего едят российские туристы. Наша основная ключевая задача это помочь найти автомобиль у местных прокатчиков. Почему местных прокатчиков? Потому что именно это сильная сторона нашей компании. Потому что у местных прокатчиков цены зачастую намного ниже. Отсутствуют такие сумасшедшие депозиты. Мы не пытаемся и компании не пытаются продать там самую дорогую страховку. Самое главное для них это то, чтобы получить клиентов и они этих клиентов очень ценят. Что при этом очень важно. Они дают ниже цены, потому что у них нет таких затрат на маркетинг. То есть это, допустим, компания, у которых 10, 50, 60, 80 автомобилей. То есть это не самые гигантские компании, но и не совсем уж такие. То есть если они локальные, это не значит, что они совсем миниатюрные. И непосредственно выгода получается для клиентов в том, что цены получаются ниже, чем у больших гигантских корпораций. За счет того, что опять же нет вложений в маркетинг у сильных-сильных вложений, у локальных прокатчиков, и они дают более выгодные условия и цены. Качество при этом всегда лучше. Почему? Потому что у нас очень жесткие требования по подключению. То есть, например, если у компании три какие-нибудь авто, это просто какая-то семья, у которых есть три автомобиля, и они решили начать продавать и сдавать машину в аренду, мы их, конечно же, не возьмем. У нас есть определенные требования, это минимум два года, не менее двух лет на рынке, обязательно не менее десяти автомобилей в автопарке, и отсутствие негативных отзывов. Понятно, что там негативные отзывы могут быть просто от конкурентов, мы это, конечно, все мониторим, смотрим. Обычно у нас средние компании имеют по 40, по 50 машин в автопарке. Из-за того, что они, соответственно, переживают за то, чтобы... Они очень ценят тот факт того, что мы приводим у клиентов, и они переживают за каждого. Они стараются сервис на совершенно максимальном идеальном уровне. Что еще самое важное, когда... Соответственно, когда... Сейчас, сбился немножко. Просто прочитал чат, поэтому немножко сбился. Очень важный момент, что у нас в компании можно выбрать автомобиль, выбрать не просто класс автомобиля, то есть на какой-нибудь международной платформе, там, 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 они говорят, вот, вы выберете, допустим, Mazda или автомобиль хожего класса. У нас вы знаете точно, какой автомобиль вы получите, до какого цвета он будет. Это тоже для многих оказывается очень важно. И, что еще плюс, это у нас мы стараемся из-за того, что, опять же, прокатчики стараются более выгодные условия дать, они не пытаются заработать дополнительные какие-то вот эти вот деньги на непосредственно продажи каких-то страховок. Это тоже надо понимать. Мы этим, как бы, это нам не очень интересно. Вот, давайте посмотрим, давайте подумаем. Целевая аудитория. Как вы думаете, какая вообще целевая аудитория у проката автомобиля? То есть, вы можете написать в комментариях, как вы думаете, какой средний портрет пользователя, который берет автомобиль? То есть, кто эти люди? Сколько они зарабатывают? Да, Турики. Ну, в принципе, да, туристы. В общем, целом, правильный ход. Ну, да, это туристы, но, то есть, это мужчины, может быть, это женщины. Какой у них средний возраст? Сколько они зарабатывают? Если, как бы, ну, чтобы начать продавать, вы должны понимать вашего клиента и откуда он берется. Старше 24 мужчины. Туристы с заходом чуть выше среднего. Семья с ребенком. Так, очень интересно. Мужчины. 30 плюс. Ну, в принципе, на самом деле, да. Вот здесь вот очень интересный момент. Вот написано старше 24 лет мужчины. Так, люди с водительскими правами, на кипре смотрят. Так, все, кто имеет права, старше 18. Вот смотрите, такие отличные, отличные, отличные теории, но правы, на самом деле, довольно много ошибок. Смотрите. Ну, то есть, не ошибок вы, конечно, есть очень интересные нюансы, которые мы уже сами узнали, непосредственно, когда начали работать. Это очень интересно, и это очень неожиданно. В основном, мужчина 25 до 45. Окей, смотрите. возраст действительно начинается от 23. То есть, вот смотрите, у нас там писалось, что кто-то старше 18. Нет, потому что чаще всего парокатные компании и там, может, правила дорожного движения по странам, они требуют определенного опыта вождения. Да, самостоятельные путешественники. Смотрите, да, то есть, вам по определению, то есть, вы получаете права 18 лет и у вас должен быть стаж не менее трех лет. у вас начинается там 21-22 года, но многие страны ставят ограничения вплоть до 23-24. То есть, у нас начинается аудитория только с 23. То есть, в принципе, таргетировать вот эту аудиторию, которая там совсем молодая, даже нет смысла. И это, причем, как и в блогах, как и на ютюбе, как и в инстаграме, где я просто запомню, что вот это вот не ваша. Окей, запомни. Дальше. Горячая аудитория. Действительно, здесь были хорошие... Здесь вот Виктор у нас заметил очень интересный момент того, что туристы с заходом чуть выше его среднего. В принципе, почему горячая аудитория это люди 30 плюс? Это тоже не случайно, потому что люди, которые 30 плюс, они не просто хотят максимально дешево, как подростки какие-нибудь заехать, заехать куда-нибудь в самый дешевый отель, занять просто по минимуму жить через каучсеркинг, какой замечательный, жить бесплатно, питаться все по минимуму, нет. Аудитория вот этого 30 плюс это люди, которые уже имеют стабильный доход, это люди, которые хотят увидеть мир, при этом они достаточно самостоятельными, которые, да, они хотят посмотреть, хотят мир посмотреть и узнать что-то. Ну, то есть, они не боятся потратить на автомобиль лишних 300 долларов. А молодые, у которых там весь бюджет на поездку 300 долларов, они, конечно, это позволите просто банально, не могут. Самое интересное, вот все пишут, что мужчины, здесь очень интересный момент, я бы как бы тоже специально поставить его мужчину, а вот нет уж, как бы не совсем так, потому что, смотрите, мы тоже, когда, когда я начинал продвигать эту партнерскую программу, я думал, такой, да, наверняка же мужчина, потому что мужчина ответственный за автомобиль, мужчина всегда за рулем, это все очень важно, интересно, здорово, это же мужское, но нет, как показывает практика, очень интересно, это изнутри, это вам, такую информацию никто не даст. Очень часто у нас получается так, что люди, мы смотрим, если посмотреть сам заказ, там данные о пользователе, то есть действительно машину берут на, заказывают на мужчину, то есть оформляют автомобиль на мужчину, но делают это чаще всего женщины, то есть получается как, то есть, получается так, что женщина, допустим, зашла на сайт, выбрала автомобиль, говорит там своему парню, мужу, еще кому-нибудь, дай, пожалуйста, свои данные, я там все впишу, а почту оставляет свою, и когда мы начали смотреть изнутри, какие у нас, кто у нас берет, и какие почты там просто банально оставляют, и мы смотрим, что реально в основном это женщина, то есть там мужчина 79-го года рождения, а почта указывается там Танюся 49, 69, 69, Танюся 69, вот, поэтому это очень обязательно надо учитывать, и это очень интересный момент, который довольно-таки неожиданный, потому что все думают, что мужчина мужчина, но нет, и даже очень интересный момент того, что у нас есть, у нас недавно появился новый партнер, погреты, это девушка, там 35 лет, которая пишет прогрессу, и она пишет довольно в таком, ну как сказать, нежном эмоциональном формате, и суть в том, что она там за первый месяц подключения заработала там по-моему 15 тысяч рублей у нее вышло за первый месяц, и у нее аудитория, она мне когда показывала свою статистику, она показывала, что у нее читатели это 90% женщины, то есть это вот тоже просто идут соответственно, да, поэтому соответственно получается так, что даже женские блоги конвертят в итоге очень сильно на проката 100, а люди думают, что если у меня женская аудитория, то нет. Выбер, еще кстати, выбирают они вместе, то есть когда вы, вы сами можете просто подумать об этом, если вы поехали, допустим, вам 25-30 лет, вы хотите поехать со своей девушкой на машине, вы же всегда обсуждаете, как выбирать оттой, куда вы поедете вместе, и поэтому в принципе можно даже говорить о том, что там больше можно там 50 на 50, потому что это решение в общем целом принимается вместе, но женщины играют очень важную роль в принятии этого решения. Вот, что важно, соответственно, туризм. Это, это все, у нас в основном клиенты, те люди, которые берут авто в аренду, это люди, которые путешествуют, причем много, довольно активные путешественники. у 93% всех клиентов есть загранпаспорт. Я оставил вам официальную ссылочку на статью, там, где показывают о том, какое количество процентов населения России имеет загранпаспорт. То есть, только у 28% россиян есть загранпаспорт, а в рынке проката авто, ну, на самом деле, вот эти 7%, это да, это в том числе аренда в Крыму и в общем и целом, но чаще всего берут авто в аренду именно на структических направлениях. То есть, люди любят выезжать на юг и кататься там на машине и смотреть интересные моменты. Крым, соответственно, под это побывает, но это теперь Россия. Так что, вот так вот. Соответственно, это тоже надо обязательно учитывать в ваших блогах, в вашем трафике, в вашем сайте о том, что люди, которые действительно выезжают за рубеж, они действительно часто, намного чаще берут автомобили. Также обязательно учитывайте, что из-за того, что возраст довольно большой, соответственно, многие из них уже ездят с семьей. То есть, это не самостоятельная аренда, то есть, это не так много людей, которые берут просто там, один человек берет одно авто. Чаще всего это берется либо на компанию друзей, то есть, если это совсем молодые это компания друзей, чуть постарше, это там парень и девушка, еще чуть старше, это уже семья. Очень часто вы можете использовать эту информацию, опять же, у вас на сайте, на блоге. очень часто спрашивают про детские кресла, сколько можно их устанавливать, то есть, там одно, два и так далее. Соответственно, можете просто писать информацию про детские кресла, и это тоже будет вам генерирует определенный трафик целевой, потому что детское кресло в прокате Афро это довольно узкий таргет, который может привлечь вам до довольно горячих клиентов. и еще очень интересные два вот этих последних момента, это то, что люди, которые в большинстве своем, особенно сейчас, в нашей текущей экономической ситуации, люди действительно выбирают дешевые варианты. Как это можно использовать? Очень просто. Вы можете написать, допустим, у нас, вы на сайте нашли самые дешевые автомобили, и просто взяли и начали описывать именно про информацию про эти автомобили. То есть, во-первых, у вас будет дополнительная информация и дополнительные ключевые слова в вашей статье про автомобиль, дополнительный у вас будет, вы расскажете про какой-то определенный автомобиль плюс и минус, если вы знаете хорошо, если нет, мы можете обратиться к нам и вам поможем. Там что-то рассказать, что лучше, что хуже, если у вас опыта недостаточно. И тем самым, вы, допустим, про три автомобиля рассказали, это сразу создает огромное количество дополнительного трафика, в том числе и улучшает конверцию. Потому что, во-первых, вы рассказываете по пунктам про какие-то автомобили, люди хотят узнать полезную информацию, во-вторых, это люди знают, какие самые дешевые, почему они самые дешевые, почему их можно брать, почему нельзя брать, и в-третьих, вы просто делитесь личной информацией, а люди любят советы. Так, дальше, соответственно, и последний момент того, что действительно, чем, здесь немножко вытекает из предыдущих, то есть, стараются выбрать подешевле, и, чем взрослый, тем чаще он отдает предпочтение ручной коробки передач. Почему так? Потому что молодые действительно все меньше и меньше умеют нормально пользоваться ручной коробкой передач, а старше поколение они просто на этом привыкли и могут выбирать. притекает из предыдущего немножко, потому что чуть-чуть, вот это вот незначительное буквально там может быть пару долларов в день сэкономить и получить машину с ручной коробкой передач, люди все равно могут выбирать. Вот. То есть, как получается? То есть, вы сэкономили 2 доллара, и вот эта разница 2 доллара там в день, она может сыграть роль, когда человек старше 40 лет выберет автомобиль именно с ручной коробкой передач, чтобы сэкономить эти 2 доллара. Забавно, смешно, но факт. Так, двигаемся немножко дальше. Где вообще находить трафик? То есть, откуда идет основной трафик? Откуда, как с ним работать, как его привлекать и так далее. Давайте немножко дальше поделаем. Так, основные источники у нас трафика. Основные источники это в нашей сфере, это на самом деле в большинстве сфер люди этому не сопротивлялись. собственный сайт и грамотное Search Engine Optimization оно работает лучше всего. Почему? Потому что, когда у вас свой сайт, вы сами можете контролировать и сами можете добавлять страницы. Вы можете о чем-то рассказывать. Вы знаете, вы можете следить за тенденциями в SEO и все время успевать за всеми новыми какими-то добавлениями новых параметров. потому что SEO каждый три месяца какой-нибудь новый алгоритм выпускается. Надо постоянно под него адаптироваться. Вы независимы от сторонних источников. Это ваш и вы можете генерировать туда трафик сами. У вас свободно разгрызаны руки, делайте что хотите, сколько угодно биджетов, делайте просто все сами и это вам будет отлично. и конвертит собственные сайты намного лучше, чем тот же на самом деле Instagram или ВКонтакте. Потому что это как ваш сайт или как ваш бренд. Если вас там вы еще добавили видео или вы там еще более-менее известный человек, так это вообще шикарно. Даже не то, что известный человек, а вы давно ведете этот блок или о себе рассказываете и люди могут хотя бы видеть, кто за этим блогом стоит. Соответственно личный блок в том же ключе. это значит люди, которые действительно хотят чем-то поделиться. Все супер, им доверяют, продажи гигантские, все замечательно. Один из топовых партнеров это личный блок без всякого арбитража, без всяких личных дополнительных штучек. Мы просто рассказываем про свои опыты про аренду авто. YouTube канал это очень интересный источник трафика, но он очень специфичный в нашей сфере. Вообще YouTube каналы многие говорят о том, что это да, в наше время он действительно хорошо конвертит, он действительно дает очень качественный трафик, но например даже если вот мы возьмем просто сегмент тревела, YouTube канал, да, он хорошо показывает, рассказывает, но это скорее брендовое, то есть очень много крутых и модных отелей заказывают у топовых YouTube блогеров какой-нибудь обзор и надеются, что там какой-то переход, заказ будет. Да, есть, да, такое есть, но не такая то есть конверсия, там не такая высокая конверсия, как рекламодатели часто думают. Я про YouTube расскажу поподробнее, потому что мы буквально два месяца назад начали, он хорошо у нас тропанул, отличный трафик дает, заказы есть, очень полезные, но там определенные специфики, которые обязательно я вернусь. Соответственно, Instagram это тоже мы будем рассказывать. Instagram я сразу могу сказать, что это не в прокате авто точно, даже в тревеле это очень сложный источник трафика, потому что Instagram просто гениальный инструмент, если ты продаешь товар, он просто идеальный, потому что картинки, ты просто видишь, ты красивую картинку, ты хочешь это купить, сейчас они официальную рекламу подключили, они подключили переходы на сайты сторонние, это очень классно конвертит товар очень классно конвертит информационные курсы, почему там много тренеров, как что-то продвинуть, что-то продать и так далее. Сегмент путешествий, он скорее это как дополнительный источник, но не основной, я это обязательно расскажу, то же самое и с контактом и Facebook. Яндекс.Директ и Google AdWords у нас как раз-таки буквально два месяца назад появились очень интересные кейсы и я с ними поделюсь с вами в конце, потому что это у нас тоже для нас новый успешный кейс, с которым я вам обязательно поделюсь. Это мы еще к этому вернемся. Сейчас, поскольку SEO это основной источник дохода для наших партнеров и вообще источник трафика для блогов, смотрите, как я и говорил раньше, что SEO как самостоятельный инструмент он ушел, то есть здесь нет такого, что просто SEO как что-то отдельное, что-то одно, то что-то взял, и ушел. Теперь это действительно гигантская работа, причем которая включает в себя огромнейшее количество работы. Я бы не сказал даже, что это SEO как таковое, потому что оно включает себя грамотные СММ, то есть как это прорабатывать. Он включает в принципе во многих случаях он включает Яндекс.Директ и Google AdWords и закупка ссылок там осталась и работа с другими сотками. Это все очень интересно. Соответственно, ключевую роль в SEO все так же играют, как я в первую очередь выделил, это, конечно же, ключевые слова в H1 и в Title. То есть у вас, соответственно, H1 это заголовок фактически. То есть заголовок он должен быть во-первых один. Просто я оставил ссылку с очень подробным описанием как писать их. Да, Владислав абсолютно правильно пишет. У меня есть дальше у нас будет определенно точно такой же слайд, который в принципе так и называется, что UX и качественный контент все магия. В общем и целом да. Но есть все равно классические способы, которые до сих пор работают и как как бы подтолкнуть к продажам это все дело. Потому что мы же с вами здесь для этого, правильно? Вот. Смотрите. с ключевыми словами я оставил мы разошлем всем презентацию. Подробно там есть ссылочка на очень крутую статью, которая рассказывает, что надо вставлять в H1 и что не надо и как там что как с ними вообще надо работать. Основной момент того, что если вот так кратенько что вам надо запомнить, то что не надо делать больше 12 слов как подсчитали там в 2016 году вот так это не изменилось. То есть 12 слов title и H1 это вот идеальный размер. Важный момент еще. Title и H1 они должны отличаться. То есть там желательно, чтобы были ключевые слова, но при этом они не должны быть просто пипастом вставлены. Две одинаковые. То есть они должны все-таки различаться. Дальше мы идем. Второе. Грамотная закупка вечных ссылок. С вечными ссылками это очень интересная история, потому что в наш век социальных сетей тогда, когда на тебя ссылается огромное количество ресурсов, они немножко забывают. То есть сайтов стало очень много, весь этот рынок немножко уже рухнул, потому что в то время, когда до 2012 года, когда все просто закупали миллион ссылок и все, и таким образом вводили в топ. Яндекс сразу выгодил потом соответственно про переоптимизацию. С этим не надо. Важный момент про закупку вечных ссылок. Смотрите, их надо закупать на начальном апе, их можно использовать. Просто надо делать очень грамотно. Основное, на что вы должны обращать внимание, это то, чтобы не было такого, что вы покупаете, закупаете ссылку у того сайта, который ссылается на 10 тысяч сайтов, а на него ссылается 5. Это понятно, что у него рейтинг у этого сайта нулевой. Кстати, здесь не совсем так. Владислав пишет, чтобы ссылки были тематические. Это не совсем верно. Вы можете закупить классную ссылку. Здесь тоже есть очень интересный момент. Да, незасправленные 100%, но очень важный момент это то, что вы можете закупить, например, ссылку в новостном портале, в каком-нибудь очень интересном, который просто рассказывает про события в Чехии и он говорит, а также вы можете в статье вот этой большой он может написать вы можете посмотреть прочитать по аренду авто тут и тут соответственно здесь плюс еще то, что там не анкорная ссылка будет, что вот это тут. То есть при этом поисковик будет считать аренду авто он прочитает, но не будет именно ссылкой являться то есть само непосредственно слово аренда авто. То есть это будет некоммерческий запрос, что тоже вам плюс. Это очень интересные моменты. Я оставил ссылку на сервис GoGetLinks. Очень можно грамотно легко там проверять и дальше мы вернемся немножко про ссылки и закупку. Там как раз я оставлю вам ссылочку как проверять их вообще проверять доноров как правильно проверять доноров и как с ними работать. Смотрите я здесь оставил еще вам специально тоже с GoGetLinks это не реклама на самом деле жалко что я не подключил какую-нибудь партнерскую программу к этому GoGetLinks но смотрите у нас здесь на слайде написано вот это скриншот из их очень интересного сервиса который называется позиции плюс оптимизация здесь очень внимательно смотрите потому что позиции плюс оптимизация это сервис который стоит 45 рублей в месяц но при этом он вам позволяет контролировать то есть он вам показывает ну здесь вот чуть-чуть обрезалось немножко он вам показывает да вот это вот специальность мы выделили сейчас показывает о том что допустим он показывает сколько слов именно количество слов у топ-10 вы введите по вашим ключевым запросам то есть вы ввели какой ключевой запрос вас интересует он выводит он анализирует ваш сайт с топ-10 не просто просто топ-10 который сейчас есть и в Google в Яндекс и он выдает сколько вам надо добавить текста сколько вам надо добавить 16 слов то есть фактически полностью автоматизация почти всех самых сложных моментов то есть серия того что вы просто сразу мониторите сколько вам надо добавить чтобы встать в топ-10 как вам немножко адаптировать ключевые слова не слишком ли у вас много анализ по совершенно любым регионам там можно настроить там в личном кабинете вы посмотрите я думаю может даже отдельное какое-нибудь видео про это сделаем про то как пользоваться этим сервисом потому что со 45 рублей вы получаете такой инструмент который в принципе заменяет работу трех специалистов вы можете контролировать абсолютно весь трафик и выдаваться в топе как вообще фактически бесплатно соответственно они проверяют ваши вот эти вот теги H1 H2 чтобы не было каких-то переспамленных штучек смотрят чтобы у вас не было слишком много коммерческих запросов которые не любят поисковики то есть он в принципе подвергает все это да ссылочка мы у нас в этом соответственно презентацию мы всем разошлем и сервис GoGetLinks там называется позиции плюс оптимизация то есть это у нас вебинар будет в записи вы еще раз посмотрите да соответственно как раз вот мой travel.payout спасибо большое отправили соответственно ну и про здесь у нас вы можете посмотреть присутствие горячих ключевых ключевых слов это тоже очень важный моментик который надо обязательно про него сказать это то что часто люди оптимизируют вроде бы под ключевые слова как они думают но зачастую они это не те запросы которые приносят большое количество денег то есть если например в аренде авто это надо понимать что вам надо желательно самое идеальное понятно вам выйти в выдаче по запросу аренда авто и желательно там круче всего конвертить этом аренда авто например в Будве то есть если вы выйдете человек такой почечный я хочу посмотреть как взять аренду как взять аренду в Будве и если вы будете выдаваться в топ-10 по этому запросу у вас конечно же будут заказы и будет уйма здесь есть такой момент что бронирование например автомобиля оно хуже конвертить намного потому что бронирование автомобиля но вы можете выйти по этому запросу но конверсия именно этого запроса она ниже то есть вы тоже обязательно это надо посмотреть по вот этому по ключевым словам которые конвертит ну то есть фактически чем чем так он ссылочка там уже внизу в принципе Геннадий да ну в принципе вордстат да можно по вордстату тоже смотреть есть куча сервисов по оценке по поиску этих которые лучше всего конвертит и выберите сами для себя и расстраивайте просто понимаете о том что когда думайте как клиент когда вот вы хотите взять авто чтобы вы хотите получить если вы хотите если вы вводите аренду авто вы хотите что вам дали этот сервис если вы хотите отзывы вы читаете отзывы и потом уже переходите то есть думайте всегда когда вы делаете сайт когда делаете статьи думайте как клиент это очень важно это очень важно понимать так двигаемся дальше это немножко дальше Здесь, соответственно, у нас, по-моему, Руслан написал о том, что контентроль, то есть мы сейчас к этому дальше еще подойдем. То, что сейчас, например, Google абсолютно всю ставку делает замечательную на то, что время удержания пользователя на сайте, ну, в принципе, так и делает и Facebook, то есть весь, скажем так, западный интернет, и мы к этому подтягиваемся. Время удержания пользователя на сайте – это ключ. То есть вводит до того, что как бы пользователям это не нравилось, как бы они этому не противились, даже последний, кто оставался, это был его YouTube, который ты в своих подписках можешь посмотреть все последние видео. Сейчас YouTube уже тестирует, а значит, он это выкатит очень скоро, о том, что адаптивную ленту, что такое адаптивная лента, то есть вам просто все делается по рекомендациям. То есть если вы посмотрели это видео, вам дадут видео, которые они считают, что вас заинтересуют, и тем самым они вас удерживают. Все пользователи устроили бойкот. Нет, это не работает, это не так, это мы хотим нормальную, обычную ленту, чтобы мы хотим видеть видео тех, на кого подписаны. А YouTube такое показывает статистику и говорит, что как только мы на определенную аудиторию это затестили, они там делают АБ-тестинг, у нас люди, которые с адаптивной лентой, проводят на 40% больше времени на сайте. То есть рано или поздно, в принципе, вот эта адаптивная лента, она придет, мне кажется, везде, к сожалению. Поэтому сейчас у вас самый важный, как у вас всех мастеров, каких-нибудь блогеров и так далее, у вас самое важное, это то, чтобы контент цеплял. Что такое цепляющий контент? То есть кликабельный, которым часто делится, полезный, интересный. Полезность это вообще номер один, это абсолютно все выкатывают, то есть люди хотят, то есть поисковики стараются избавиться от всего мусора, хотят выдавать пользователям то, что они хотят получить. То есть если человек хочет получить отзыв о паркате авто, вы должны ему предоставить отзыв, должны оптимизировать свою страницу под это. Желательно добавлять больше графики, больше листинга, то есть если посмотреть, есть топовые там SEOшники из Америки, они все время рассказывают, что сейчас это топ-1 того, чтобы максимально сильно делать интерактивный контент, чтобы люди ни в коем случае не уходили. Весь Google, вот я не знаю, почему в Яндексе это пока еще не так часто у нас используют, листинг, листинг это когда вы пишете 5 причин, почему надо брать авто, то есть не просто рассказывать, там вот плюсы-минусы, 1 плюс, 1 второй, это интересно, но по-старому. Люди хотят знать, почему листинг конвертит круче всех, потому что человек сразу знает, он заходит на сайт такой, все, круто, у меня будет 5 причин, почему надо брать авто, он знает, сколько у него будет листать, он довестает это до конца, он посмотрит лист, он с этим согласен, с этим не согласен, это, поверьте, конвертит очень классно. В том числе и гифки, и статистика, аналитика, потому что люди любят простоту. Поднять уровень звука, я могу попроще, погромче микрофон говорить. Так лучше, мистер Хобо. Окей, так, давайте смотрите. Также я оставил ссылочку на 14 способов удержать посетителей на сайте, помимо уникальности контента. То есть там хорошие советы на самом деле, то есть это имейл-рассылка, это, например, то есть как-то вопросы, то есть как все время идти с клиентом во взаимодействие, чтобы он не уходил с вашего сайта. То есть многим это будет интересно, почитайте, посмотрите. Надо это использовать очень грамотно, потому что я, например, некоторые ненавижу, когда я ухожу с сайта, мне говорят, а вы точно хотите уйти с этого сайта? Я говорю, да, я же нажал на крестик, можно мне, пожалуйста, уйти, играть? А вы точно этого хотите? Здесь надо очень грамотно лавировать, это обязательно учитывайте. Соответственно, дальше у нас идет очень важный параметр по силе поисковикам, поисковикам, это то, что нам это пришло из программирования, то есть model first approach, это означает тогда, когда программисты делают, начиная с 2015 года, просто поголовно всех учат, программистов, те, кто начинает заниматься программированием, версткой, всегда говорят, в начале делайте мобильную версию. Потом, почему в начале мобильной версии? Потому что, делая мобильную версию в начале, ее проще расширить под уже десктоп на версии. Так получается, потому что, когда у вас в мобиле, у вас, соответственно, получается так, что контента меньше, то есть у вас фактически, вы знаете, что у вас никаких дополнительных информаций, вам это не надо. Я бы, вот это очень интересный момент, что основной трафик идет с мобильных устройств. Не согласен, и это не так, особенно в России, а и особенно в travel. То есть это очень интересный нюанс, я об извиняюсь, что не соглашаюсь, объясняю, почему. Потому что Россия действительно адаптируется чуть меньше. Медленнее, не меньше, медленнее. Покупать, то есть у нас люди только-только начинают нормально покупать. Да, сейчас я это обязательно расскажу. У нас действительно покупка в интернете, она реально не так давно в России, объективно. То есть если молодые начали покупать еще 5 лет назад, основное поколение и основное население, поколение, основное население, оно только начинает, они только начинают на самом-то деле подключаться к мобайлу. Здесь очень интересно того, что часто, очень-очень часто люди все равно продолжают именно покупать, совершать покупки с десктопа. То есть людям это комфортнее пока делать. Это факт. У нас, например, действительно у нас доля трафик с ноутбуков и ПК это пока всего еще 75%. То есть у нас вот ссылочка об исследовании есть. То есть у нас действительно идет тенденция того, что в минус, то есть ПК уходит немножко, но то есть мобайл там увеличился, соответственно, на 25%, на 28%. И он будет расти, конечно же, со временем, потому что мобильные телефоны с хорошим интернетом, с замечательным интерфейсом и со всеми, чтобы и работало, они становятся все более доступными. Но пока людям все еще комфортно покупать через десктоп. Да, здесь даже на самом деле с авиабилетами. Я смотрел статистику, они показывают, что до сих пор даже в авиабилетах все равно 60% покупают с десктопа. Очень часто происходят очень интересные тенденции сейчас есть. Того, что люди могут посмотреть сцены, например, на авиабилеты в телефоне, а потом они переходят и покупают уже непосредственно через десктоп. Ну, просто им так комфортно, потому что там с телефона ты посмотрел, где-то пока ехал в метро, например, а потом пришел домой и купил. Это тоже надо обязательно учитывать. То есть мы сейчас находимся с вами в переходном этапе таком. Но почему мобильная версия важна для силы, это потому что если человек все-таки хочет найти какую-то информацию, и у вас не мобильный сайт или не адаптивный, у нас мобильного трафика, у нас, конечно, больше... У нас мобильный трафик, у нас все так же силы. То есть у нас очень хорошо приходит мобильный трафик с партнеров, у которых адаптивные сайты, которые на всех совершенно платформах работают одинаково. То есть фактически, то есть с силы приходит тоже мобильный трафик. Это тоже становится очень интересный момент. Люди часто ищут запросы через мобильную. То есть если у вас есть блог, делайте его мобильным, рассказывайте про аренду авто. Все замечательные ссылки везде будут оставаться за вами. Но надо понимать, что пока покупка... Здесь нет вот этого лавировать. Еще раз повторюсь, мы на переходном этапе находимся сейчас, и используется тот и тот. Но почему-то сила важна, это в первую очередь, потому что если человек будет искать по запросу, и вы не будете выдаваться просто потому, что у вас нет мобильной версии, а Google отдает приоритеты Яндексу уже тоже мобильным версиям. То есть если вы... Он знает, что вы смотрите с мобильной версией, он вам подойдет сайты, которые адаптивны. Если нет, то все, вы в выдаче просто улетите. У нас есть такие примеры партнеров, которые фактически улетели без мобилки. И я вам покажу на примере, почему надо все так мобильным делать. Вот, про оптимизацию и переоптимизацию. Замечательное лавирование между недостаточной оптимизацией и переоптимизацией. С переоптимизацией люди вроде стали более адекватные, то есть они не стараются делать ключевые слова в title, потом одинаковые же слова, потом идут в alt-atribute к картинкам. То есть если у вас, например, картинка, alt-atribute прописывается картинке для того, чтобы поисковики могли понять, что они видят. Потому что они пока еще... Они уже начали распознавать картинки. В 2018 год они сделали еще один замечательный шаг вперед. О том, что им проще стало воспринимать картинки. Alt-atribute начинает играть чуть меньшую роль, но пока все еще надо его использовать. Но часто люди думают, что alt-atribute типа замечательный. Это еще один способ, куда я вставлю ключевые слова. Очень много сайтов, которые советуют. Не ведитесь, потому что если у вас будет на картинке написано какой-нибудь автомобильный рисунок, про который вы рассказываете, вы напишите там аренда авто, на этом автомобиле фактически написано там аренда авто. Нет, на этой картинке у вас написано машина, которая стоит в Черногории. То есть лучше вот так вот написать для того, чтобы просто поисковику объяснить, что это. И это лучше будет, чем если вы будете просто запиливать туда еще одно ключевое слово. Лучше правильно пропишите это в тексте. Учитывайте обязательно. Что такое переоптимизация? Это можно вообще целую отдельную лекцию. То есть в общем и целом, я, конечно, вот у нас оставил ссылочку на что такое переоптимизация. Примеры переоптимизации, как это было в реальной жизни. Многие люди все еще чуть-чуть перебарщивают, но с этим в общем и целом стало лучше. То есть переоптимизация, основные моменты это перезакупка трафика улевого, который никому не нужен вообще, заспамливание ключевыми словами, когда тышнота слов просто переваливает там за 15%. Копирование, дубликация контента. То есть не уникальность контента, просто грамматические ошибки в том числе, кстати, это тоже учитывается то, что... Но это скорее не как переоптимизация, это как просто недостаточный уровень. Недостаточный просто... По грамматическому есть тоже, по грамматической правильности составленность предложений. Называется там по логическим цепочкам. Ну как-то там есть своя определенная тема, как они это ищут. Вот, соответственно, мы сейчас вот отправили в чатике. Это будет вам презентация, там будет рабочая ссылочка, вы посмотрите, и вот вы можете, в принципе, сейчас посмотреть по переоптимизацию статьи непосредственно. В 2011 году вы вывели этот фильтр Яндекс. Он на самом деле заработал в 2013, но очень многие сайты потеряли около 10-15 позиций. 10-15 позиций в силу — это 90% трафика, вы это должны понимать, и разбираться. То есть смотрите за тем, чтобы не было никакого личного контента. И ни в коем случае черного сию не делайте. Это понятно тоже. Ежу понятно, но у нас был недавно случай с партнером, когда человек просто набрал статей и информации из разных наших партнеров, с нашего сайта, он скопировал там «А нас» сайт просто. Ну то есть он взял то, что у нас в нашей компании написано, он скопировал, ставил это себе, как текст вообще использовал, когда текст, который должен изображаться на странице, он его закрыл, то есть он закрыл, он был в коде страницы, а это вообще типа черная сила. Ни в коем случае не надо этого делать, копировать контент. Я вам еще расскажу, почему нельзя делать чужой контент. Это никому добра не сделает. Так, соответственно, технические моменты. Обязательно вот это вот, когда, по-моему, как раз у нас, не помню, как Руслан, по-моему, говорил, в чате писал о том, что UX как часть силы, ну там про HTTPS протокол. Да, сейчас к этому обязательно придем. Смотрите, насчет скорости загрузки. Очень важный параметр загрузки, причем очень важный параметр, очень важный параметр для пользователя, это скорость загрузки. И если у вас загрузка, если у вас плохой хостинг, просто смените хостинг. Это вам сэкономит столько времени, силы и принесет столько денег, потому что реально, вот статистика, если у вас сайт долго грузится, реально процент отказов просто колоссально вырастает. Еще самое ужасное, у вас человек, который все-таки завершил претендентом на сайт, потом вряд ли вернется. Возможно, да. Здесь есть еще понятие того, что, например, я уже не знаю, кто насколько как технически подкован. Насчет, кстати, Facebook я вот еще подпорю, потому что недавно, буквально, когда там три дня назад опубликовали о том, что Instagram уже догнал Facebook по времени, проведенном на сайте. То есть Facebook, на самом деле, если посмотреть, и там была целая статья, видео американцы снимали про то, они спрашивали у 14-летних детей, как вы думаете, пользуетесь ли вы Facebook, смотрите ли? Они говорят, нет, это для стартеров, нам это вообще неинтересно, и так далее, и так далее. На Западе дети и подростки вообще на Facebook почти не сидят, а в России, просто в России Facebook очень интересно заработал, в Беларуси особенно, такое получилось, людей, которые, скажем так, работают с иностранными рынками, и у нас он реально активный, он реально очень много активности там происходит, очень классные статьи кидают, что у нас Facebook на самом деле замечательный. В Европе, на Западе, он очень специфичный, но аудитория там взрослая, короче, то есть я к тому, что в принципе оттуда убегают, просто на новые источники тратят, ну по-своему убегают. Вот, насчет загрузки, еще раз, очень важный момент, когда долго грузится, к вам на сайт почти 100% вероятность, что не вернулся, вот вам статистика о том, что 80% потом и не вернутся, это факт. А скорость загрузки, Google, Яндекс, кстати, я вот не знаю, насколько сильно там скорость загрузки влияет на ранжирование, сильный, я думаю, потому что процент отказов от этого зависит. Вот, и Google же медленно загружающие сайты просто вообще не воспринимает. Обязательно оптимизируйте картинки, сжимайте их, есть специальные все эти файлы, миллион, можно так гуглить любой, любой сайт, это все будет очень просто. Смотрите, дальше, наличие протокола HTTPS сильно влияет на ранжирование в Google, в Яндексе, а Яндекс просто надо смотреть, Google, он как бы впереди немножко, Google впереди, и Яндекс всегда немножко позади догоняет, так что это, на Google можно смотреть этот взгляд в будущее немножечко. Вот, соответственно, HTTPS, это протокол, засекьюренный протокол, я оставлю вам просто ссылочку на то, как на него перейти, это обязательно делает, потому что это просто, ну, чуть-чуть, это тоже чуть-чуть, это лишние две позиции, но он, 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 как показывает практику, он все больше и больше играет роль, потому что многие антивирусы, какие-нибудь поисковики, они говорят, что нет, там, сайт, они все время высылают предупреждение о том, что сайт ненадежный, то есть они пользователям показывают, что сайт ненадежный, из-за этого конверсия реально падает, вот парадокс такой. Вот, соответственно, юзер экспириенс, как часть силы, это тоже невероятно важно, огромнейшая статья с очень подробными, с очень подробными инструкциями того, как оптимизировать вообще процесс под пользователя, то есть, UX, это вообще надо как отдельную науку изучать, потому что это поведенческие факторы того, что куда скролят пользователи, где он обращает внимание, как делать так, чтобы человек оставался в премьере, то есть там воронки продаж продумываются, это просто целая наука, я оставил очень важную, интересную статью, это еще один вебинар, у нас, к сожалению, не так много времени уже остается, и поэтому я оставлю ссылочку, посмотрите, может быть, там еще проведем, еще поговорим, так что смотрите дальше, обязательно. Так, про закупку ссылок я в общем и целом рассказывал уже, как закупать, важные моменты, на которые стоит обратить внимание, это то, что хороший трассовый ресурс, минимум у него цена будет, ссылочка будет стоить, ну, 300-400 рублей, это будет минимум, хороший обычный ресурс, он будет там 700-800 рублей, показатель у него будет, то есть, чем меньше он ссылается, чем больше он ссылается, тем лучше, тем выше у него показатель. Проверка, соответственно, качества доноров ссылок, вы можете найти по ссылочке checktrust.ru, замечательный сервис, очень быстро и понятно. Как делать контент лучше, чем у конкурентов и попасть в топ? Я собрал вам это, поскольку вы уже сможете здесь, в принципе, информацию очень много на слайде, вы сможете потом уже это почитать более подробно, смотрите, я быстренько пробегусь. Это все очень важно, то есть, вы смотрите, так вы анализируете у конкурентов, так или зашли на сайт, кто в топ-10, смотрите, так, у него нету картинок, у него там чего-то, он прочитает, там протокола нету, загружается медленно, так, смотрю, так, контента мало, так, все добавлю сейчас кучу нового классного интересного контента, интерактивность, вовлекаю вовлеченность аудиторию в два раза, добавляю интерактивный контент, структурируйте то, что я проговорил, чем больше листингов, тем лучше, чем больше, вы расскажите, сколько будет статей про это, сколько вы будете рассказывать про там, то, что сейчас скажу, вот этот листинг, то есть, один, два, три, четыре, там, пять моментов по аренде АР-100, помните об этом, используйте это, шрифт побольше, люди читают, более большой шрифт, шрифт воспринимают лучше, это вот какой-то парадокс, это куча статей насчет этого в интернете, я не знаю почему, но люди читают, чем больше, на ней больше, естественно, текст вот этого, 15 пикселей, это фактически идеальный вариант, контент длиннее, это лонг-гриды, это ссылочка, это на HTTPS, она выше у нас, мы скинем всем презентацию, вы сможете перейти, сделайте сайт быстрее, как я говорил, очень важно, потому что без оптимизации, без скорости закрутки, вы будете вылетать, это очень важный показатель, текст нагляднее, опять же, инфографика, это обязательно надо использовать, чем больше вы можете, куча, опять же, конструкторов онлайн, это делать сейчас очень просто, или хотя бы просто скачиваете из интернета, картинки 75, 100 слов, тоже используйте, потому что это скучно смотреть на один такой текст, это невозможно, кнопки поделиться, шанс хотя бы на то, что этим кто-то поделится, это замечательно, это увеличит все, это замечательно, будет здорово, URL ссылки короче, тоже это фактически, чтобы не был переспам, итак, кейсы и советы, которые у нас сейчас, есть, тоже быстренько броню, пройдемся, примеры сайтов с высокой конверсией, которые хорошо работают, смотрите, вот, H1, соответственно, данном сайте H1, это аренда автов в Черногории, наш опыт, то есть мы сразу видим, то, что человек просто будет делиться своим опытом, и аренда автов в Черногории, то есть есть и ключевой запрос, и то, что наш опыт, личный опыт, он, это очень хороший пример, заголовка, надо продумать, соответственно, там чуть-чуть у нас здесь не видно на слайде, но там дальше есть оглавление, то есть то, что я говорил, фактически листинг, люди обожают видеть то, что они будут видеть на этом сайте, и это сподвигает их на то, это уже даже немножко, вот, UX тот самый пресловутый, что когда человек понимает, что его будет ждать, то есть оглавление книги, то есть вы тоже хотите знать, что у вас в книге там по главам, если что, вы можете переключиться. Дальше у вас внутренняя перелинковка на внутренние статьи, если мы видим, путеводитель по Черногории, это тоже очень важно, внутренняя перелинковка, это вообще отдельный инструмент, и когда у тебя просто вот эта воронка продажа, она работает по всему сайту, то есть человек переходит с аренды авто, он переходит на путь водитель по Черногории, при черногории там читает про экскурсии с экскурсиям переходит еще то есть это прям очень классный цикл используйте дальше мы это тот же сайт это то есть мы его дальше идем двигаемся то есть это вы посмотрите в принципе сами то есть как заинтересовать пользователя то что есть разбивка есть по разным графиком ссылочки на внутрь опять же на внутренние на внутренние статьи партнер здесь дальше мы можем видеть что вставлены партнерские ссылки даже не одни это тоже в принципе отчасти правильно то есть мы конечно же компания лучше и вы здесь посмотрите по аренде авто мы реально многократно то есть и мы у нас выплаты больше получаются у нас и конверсия выше то есть в любое время месяца мы можем выводить вам деньги как по запросу но люди часто используют другие партнерки например допустим они они знают что моя мэр это как . он был лучше чем рентал карт они делают ссылку страну оставляют на май рентал карт говорят про наши плюсы там вот ну вот такие вот нюанс того допустим нас типа чуть меньше компании кто-то может только у больших покупает и они говорят но вот минусы огромные депозиты часто страховку пытаются продать непонятно какое авто будет и такие такие нюансы и они ставят сравнение и в сравнении это тоже повышает конверсию то есть одна две партнерки это неплохо это вы показываете что вы сами можете посмотреть что для вас лучше и сказать что вот да лучше я в это верю ли это знаю и вы делите своим опытом и поэтому клиент будет вам верить это фактически уже из продаж немножечко также это еще один пример в принципе опять же перелинковка внутренняя то есть человеку очень хорошо начал конвертить у нас по аренде автомобилей он начал добавлять маринта авто в черногории он там добавил хоть у нас там не было в эмиратах он добавил выбирать то есть он нашел компанию которая будет есть партнерка по эмиратам соответственно по крыму по крыму то есть добавил миллион статей на свои сайты и конвертится вообще это все почему опять же отзыв опять же то же самое то есть инструкция я хочу очень сильно важно отметить момент инструкции как взять прокат машину то есть многие использователи боятся брать машину не понимают как это делают не понимают на что обращать внимание поэтому чаще пишите инструкции и вот если у вас какие-то вопросы как веб-мастер подумайте вот вы никогда там не брали автор не брали ассу как будто тяжелый опыт вот напишите инструкцию то есть подумайте вопросы которые у вас возникают в голове и постарайтесь на них ответить потому что вас считают такие же люди и соответственно и посчитают такие же люди и мы интересно посмотреть на ваш опыт то есть обязательно посмотрите я например инструкции просто обожаю потому что я боюсь всегда там что-то прокликать не туда и нажать что-нибудь не так сделать или саппорт звоню ищу инструкцию вот полезный пример мы оставим ссылочки на вот три наших партнера которые очень хорошей конверсии то есть здесь можно использовать как такой общий пример ни в коем случае не копируете потому что это вам это у них трафик не выбьет это только вы потратите время силы поисковики и дубликаты вообще никак не воспринимают пока вы еще вылезете потом если вы вылезете мы вам напишем и напишет партнер это будет увлекать контента это вообще бесполезно вы можете использовать это как ориентир то есть у вас блок или информационный портал вот вам классные примеры того как надо писать то есть это вот хорошие лонгриды и сумерковка из хорошей оптимизации с хорошим в принципе ux дизайном все протоколы есть партнеры с правильными сайтами на них не так много ссылаются на чужие сайты плюс 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 их надо все использовать смотрите изучаете и понимаете какая конверсия является хорошей конверсии на самом деле лет хороший семь процентов то есть это вот у нас был какой у нас есть некоторые партнеры которые по 14 конверсия вот 7 процентов это но хорошая конверсия перехода стилевого перехода потому что есть люди которые ставят на сквозные ссылки и просто у них трафика там миллион а конверсия вообще не почти потому что случайные клики очень сложно смотреть примеры того что сайта которую надо немножечко улучшить вот смотрите у нас сайт вот этот очень интересный он был партнером 2013 года и вот с того времени он и не менялся и вот например мы сразу видим что например здесь не так как хорошо видно что мелковато чуть-чуть но там довольно сложно прочитать вообще что написано да вот очень большое написано что написано как где что куда почему здесь вот эта картинка оставлена почему синий текст не мобильной версии то есть под мобилку никогда не вылезет он теряет выдачи нету протокола то есть мне все время были за это уведомление о том что блин это не осторожнее защищенный ресурс там смотрите меня сразу как клиенту это блин незащищенный ресурс страшно покупать тогда что же делать то есть спонтанно хаотично его надо вот реально обновлять при этом раньше он реально там за сезонов конверте там тысяч на пятьдесят сейчас просто трафик стабильно идет там каждый год он идет вниз его надо обновлять срочно работать с ним потому что причем сам сама сила она хорошая но все современные методы там отсутствуют там нет и социальных ссылок там нету вот этого дизайна там нету работы с конверсией там просто хороший информационный сайт но люди такие таких потихонечку отказывают вот чуть подальше дам у нас соответственно смотрите еще очень важный момент почему участвовать пользуют виджеты и баннер это быстренько и такое замечание о том что вот я сделал просто скриншот одному и того же сайта это не на одном браузере включена google включен google adblock and другом нет виджеты проходят сквозь adblock баннеры нет то есть помимо баннерной слепоты который там составляет у молодого поколения там вот это 25-30 лет уже составляет под 40 процентов у вас еще и подключается люди у которых включается adblock то есть у вас шанс того что у вас увидит этот баннер но он просто сводится к ним на самом деле и баннеры они теряют очень сильных активность более того с точки зрения опять же дизайна они все больше и больше скорее не мешают конверте и промоуты люди заходят на сайт а сайт весь пистрит баннерами будто бы что находят втюхать почему говорю что а филает маркетинг это ключевое направление в 2018 году потому что это интеграция то есть либо ты держишь дел делишься опытом и там вкладываешь какой-то свой свои личные данные что ты пишешь вот я этот человек мне понравился сервис возьмите когда это просто баннер это непонятно то есть баннеры рекламы все-таки помимо она эта реклама ну тогда ну окей типа ну может быть клик на можно количество пользователей блока растет баннерная слепота растет и баннеры работают что но их надо очень грамотно ставить буквально там 12 на сайт виджеты блоками и блоком не блокируются и при этом ставить их можно хоть 10 на самом деле это 10 конечно переборного можно ставить довольно большое количество вот актуален ли youtube в тематике аренды авто смотрите очень быстренько плюсы смотрите приводит горячих клиентов действительно человек который посмотрел видео ссылку в описании нажал он просто он сверх понравилось видео он хочет заказать хочет посмотреть получить информацию видео вы можете ставить себе на сайт то есть опять же это 2018 год я как клиент хочу видеть того что кто кто за человек стоит за за сайтом не надоело видеть то что за просто сайтов миллиард одного человека и он просто генерирует трафик на все возможные ресурсы я хочу видеть кто ответственно за этот за этот канал к канал соответственно продаж фактически там блок кто за это ответственно youtube решает это вопрос то есть соответственно доверие бренда в том числе дополнительный трафик потому что у сейчас youtube этот третий поисковик в россии после яндекса и гугла там был google яндекс ниже 50 на 50 фактически чуть-чуть яндекс ходит третий ресурс куда обращаются люди за за просьбу за за поиском каким-то ответы на вопросы это youtube и это надо понимать инструкции это просто какая свободная ниша то есть если вы просто скажете как забронировать авто какие у вас были сложности просто видео можно даже экран записать у вас будут лишние две-три тысячи просмотров google не там на самом деле он еще не обошел то есть возрастной аудитории до 25 он в общем и целом обошел а если мы посмотрим на блеву возрастную то яндекс все-таки еще догоняем вот отдельный поисковик это работает как отдельный пусты и поисковик и видео инструкция просто повышает конверсию и это используйте если можете используйте минусы дорого реально если это не режим гологоворящих делать перед вами стою и просто ну так вот что-то рассказываю это конечно это дешево но в основном все эти travel все что связано стрелу это путешествие куда-то поехать снять арендовать это дороги сложно бывает временные затраты в том числе то есть вам надо монтажировать вам надо это все заснять посмотреть на написать сценарий чтобы вам все было хорошо нормально удобно ну много таких важных моментов еще многие партнеры которые работают просто с сайтом они действительно боятся на камеру что-то говорить и стесняются важный момент на самом деле многие ну не хотят просто показываться на камеру количество переходов меньше потому что человеку который смотрит youtube канал ему надо открыть описание перейти туда а можно конечно сделать это встраиваемые ссылочки переходы но человек смотрит видео чтобы получить информацию и типа если вот он супер и горящий он приходит он заказывает это но конверсия перед то есть это такое это минусы плюс то есть переходов меньше доходы больше конверсия выше руслан вот написал что три дня читал свежий отчет возможно они все равно то есть они сама 50 50 то есть может быть там в общем и целом запросов больше но конкретно по нашей аудитории яндекс все равно еще чуть-чуть впереди то есть возрастная количественно возможно уже google и обошел этот правда как наш канал ваша база знаний это очень важный момент потому что кирилл он в бывшем гид и он просто на самом деле я реально там я работал с компанией у которой 500 тысяч подписчиков и у них youtube канал там ведущий раз 50 хуже на самом деле потому что кирилл он реально так интересно рассказывает то есть это это взгляд со стороны вот этот опыт гида ему настолько сильно пригодился в роли ведущего я настолько хорошо пишут в сценарии так интересно рассказывает и при этом уровне съемки просто какой-то запредельный просто на уровне телевидение обходит половина телевизионных форматов мы это вообще сделали для того чтобы вы также могли использовать информацию по аренде авто то есть то есть если вы у вас опять же не хватает опыта если вы просто веб-мастер и на машине почти никогда не ездили вам бы надо вы можете получить кучу информации видео что посетить что посмотреть это вам будет очень полезно и очень легко это вставить себе на сайт интегрировать никто никто не мешает вам просто нарезать какие-то фрагменты которые вам интересны все оказываются в плюсе вы получаете дополнительный контент просто бесплатный мы просто получаем также узнаваемый вариант это всем плюс все довольны оказывается соответственно там маленький очень момент вот у меня видно на скриншоте этот чинлитекс я оставил ссылочку до этого это сила для youtube сервисом правда на английском языке весь весь полностью на английском языке но подключая это сервис это как плагин на google chrome вы будете видеть ключевые то есть вы будете получать вы увидите все ключевые запросы которые настраивает вы увидите на какие ключевые запросы настраивал автор то есть вы увидите все ключевые запросы которые использовал автор чтобы продвинуться на каких позициях эти ключевые запросы есть и в ютюбе это как отдельная целая вообще целый мир он тоже есть там тоже есть по ключевым запросам целая наука на самом деле вот вот это вот ссылочки там входе на низком там есть очень полезной информации если английский не знаете я думаю что ими приду может подошлем как-то или напишите мне на почте я может найти его на русском языке или там привод какой-то да я обязательно повторю какой у нас у т.п. перед конкурентом до конца тогда презентации чтобы вы запомнили хорошо да спасибо что напомнили а вот силу по ютюбе на врасли все раз потому что времени опять же очень много поэтому приходится двигаться дальше сожалению он рыбу мэнсенс наши это как называется почетные упоминания это арбитраж трафика как я говорил об этом у нас пробовали на протяжении трех лет до этого как бы не получала и с арбитражем здесь надо понимать если вы крутые специалисты если вы умеете это делать и вы умеете настраивать еще хороший опыт это работает то есть у нас есть у нас появился там буквально два месяца назад партнер который у него когда у него плюс там плюс восемь процентов чистой прибыли то есть он вложил номинально 25 тысяч рублей заработал 45 примерно вот так то есть конверте и он настраивал причем не на бренд он настраивал именно на ключевые запрос то есть он запросу на запросе серии аренда авто болгарии аренда авто векции то есть все конвертит все замечательно если вы умеете использовать этот источник трафика используйте это мы этого еще сейчас тестируем конечно у нас вроде бы да вроде бы и конкуренция адская но опять же видите если человек хорошо там же очень грамотно над умением настраивать минус слова те же может быть выдавать в позиции там же можно настраивать выдачи там 1 2 3 или может быть снизу то есть надо смотреть по цене клика выстраивать эту ну то есть арбитраж и google adwords опять же отдельная очень большая тема я вот еще один вебинар чик про этот про как можно пинать трафик но есть этого дополнительной информации потому что информация очень много там насчет конкуренции если опять же были специалисты уметь классно настраивать да если очень классно сегментировать трафик все будет очень круто как заработать украина очень просто на самом деле вот использовать на самом деле эти если грязи использовать вот все что я говорю у вас абсолютно точно будет эти выбора миллиона потому что на топовые партнеры реально заработал полтора миллиона рублей и он даже нет даже он без арбитража почему я арбитраж самом конце уже потому что он сделал просто используя хорошую силу хорошую оптимизацию используя все современные инструменты по в мастерингу он у него это получилось за сколько времени за год так вот это было за за год я говорю полтора миллиона с такой нет ни кэшбэк можно кстати на самом деле аля псевдо сайты но я бы не сказал что они лучше они лучше конверты чем блоки это это вот заблуждение то есть они могут выдаваться хорошо но мы сейчас к вопросам подойдем где же в это когда его не дома мне кажется поэтому сейчас надо будет выбирать ссылки все такой процент мы платим 50 процентов нашим партнером поэтому мы очень заинтересованы в том чтобы вы зарабатывали сколько вы зарабатываете столько мы за на самом деле даже вы побольше зарабатывать потому что мы там что налоги платим там расходы скажем на всякие такие операционные дела поэтому это вот так вот контактным фейсбуком инстаграма игру опять 50 процентов от нашей комиссии надо обязательно инстаграм оттуда вот смотрите гнать трафик можно с официальной рекламы если вы опять же умеете работать с ней но с инстаграмом есть куча нюансов то есть например там очень классно работает таргетирование то есть вы можете настроить на мужскую там даже мужскую женская аудитория 35 плюс которая подписана блоги про черногорию и там что-нибудь такое то есть на прям самого горячего клиенты клики будут очень дешевые и это опять же надо просто это уже я думаю реально будет отдельного бернар как думать то есть вот с платных источников как найти трафик обычные посты в instagram используйте какой самый приближный смысле у нас аренда в полтора миллиона за год а страна а в этом плане окей смотрите сейчас я перебиваюсь про instagram договорю используйте instagram как источник дополнительного трафика и социальные индикаторы есть в поисковике такое понятие как социальные индикаторы это сколько лайков сколько там репостов сколько репостов насколько активности инстаграм не так сильно как фейсбук и твиттер но instagram хорошо поисковике может выдаваться то есть еще что как у вас будет вы будете писать я съездила там черногорию взяла то в этот этот продукт в том что инстаграм может выскочить просто топ-10 и оттуда вы уже будете гнать там себе трафик например на сайта сайта уже там на партнерскую программу важный момент инстаграм дает право только одну ссылку поэтому одну партнерскую ссылку на аренду авто в своем программу вы вряд ли будете размещать и это как дополнительный трафик несколько дней они основной если там реклама то можно сразу на партнерку гнать но это другой город это там большая гигантская тема фейсбук и контакт еще twitter на самом деле twitter и facebook используйте если вы хорошо ранжируетесь в гугле потому что фейсбук очень хорош индикатором потому что фейсбук и twitter они хорошие гугла чем больше у вас будет ссылочек чем больше ваш будет активности тем лучше вы просто у вас соответственно вас брендовые запросы будут конвертить фактически у вас будут выдаваться чаще статьи у вас который вы пишете в фейсбуке пишите пора замечательные путешествия бывает здесь единственный момент могут выдаваться в топ-10 но есть очень интересная проблема с кому фейсбуком это вот мы разговаривали с нашим силу специалистам прям отдельным которых 10 лет уже занимается проблема соц сетями и вот именно с поисковиковым трафиком в том что одно место в одной социальной сети то есть чаще всего если есть какая-то группа по аренде авто в черногории вконтакте вам надо будет конкурировать с одной единственной группой по прокату аренда по аренде авто в черногории то есть место под один контакт является сайтом и на этот сайт будет ссылаться то есть в поисковике будет там только одна фактически то есть и будет выдаваться самое релевантное то есть получается ваша группа должна быть топовый по запросу прокат или там аренда автомобиля в черногории здесь например что место для соц сети только одно это вот очень интересно да статистику сделать это есть по дням может быть да кстати может быть будем добавлять этому и мы я думаю мы будем сейчас более активно вести наш блок и будем писать больше информации для наших клиентов это мне так нравится на самом деле чтобы вызов или мы зарабатывать все оставались довольны это полезно самом деле одноклассники кстати одноклассники тоже недавно были когда на адмитаде на конференции сказали про рассказали про одноклассников того что одноклассники там из того что аудитория очень взрослая и очень вообще не показываешь баннер и говорят о да классно там тарелки куплю тарелки им не нужны были тарелки они покупают супер лояльная реклама аудитория мы в контакте мы в одноклассниках не рекламировались пока можно как-нибудь попробуем но вообще многие говорят там всякие супер топовые специалисты которые уже устали работать через фейсбук и инстаграм и сайт и все такое и говорит дофигачите вообще через одноклассников там люди не избалованные берут все что дают надо попробовать я не знаю на самом деле до конца лет я знаю что это работает на конкретно с аренды автомобилей надо то есть это надо тест это провести полный полномасштаб тест изучить этот вопрос на самом деле это может быть как раз этим займемся дальше дальше давайте смотрите чуть-чуть расскажу про бонусы и ответил на вот оставшиеся вопросы да я прекрасно помнить мы вопросы на конце сейчас вам расскажу про бонус который у нас сейчас есть бонусное предложение ответ за каждый 10 заказов по болгарии и греции мы даем 5 тысяч рублей сверху то есть получается так что если по ваш партнерские ссылки перечли купили 10 человек в течение месяца помимо вашей комиссии который там составляет среднем по полторы две тысячи заказа даже больше на самом деле сейчас курсом евро это все изменилось ну то есть там где 200 наверное средний то есть вы получите там на 20 тысяч комиссии плюс у вас еще пять тысяч сверху то есть это вы супер плюсе это наш способ вас как-то мотивировать я думаю это конечно через тепло мы реализуем это мы все это будем смотреть и на самом деле по и по прямой и по это по то есть это мы хотим сделать так чтобы где как-то мотивировать и чтобы люди не боялись и пробовали потому что нас очень хорошо сейчас идет и греции и болгарии почему бы нет у нас партнеры есть талантливые хорошие и они горошины там времени хватает я думаю самый лучший мотиватор это деньги если вы хотите заработать выстрелы смотрите очень важный момент выплата после выполнения заказов и длительной смеси смотрите начало будет нас только будет первая продажа совершена от вас тогда вот идет а конкретно для вас этот месяц начинается чтобы не было такого потому что цикл продаж есть когда вы распустите когда пойдет статья там зайдется или трафик просто пойдет мы это понимаем поэтому идем навстречу пожалуйста то есть первая продажа будет там через две недели у вас там месяц отчетный скажем так с того вас того времени пойдет соответственно после то есть выплата вот этих всех бонусов как и всегда у нас выплата происходит после того как соответственно люди мы получили автомобили там непосредственно буквально за два дня до поездки потому что могут отказаться конечно могут что-то сорваться что-то произойти и мы тогда выплатим комиссию мы выплатим бонусы или сами останется в минусом 30 тысяч за 5 заказов это конечно тоже нам не надо это просто чтобы предохранение так вот так что пожалуйста дерзайте пробуйте опять же смотрите сейчас мы на вопрос мы ответим сейчас я как раз это все расскажу вот основные вопросы смотрите вот про страны сейчас я посмотрю по александр да какой самый прибыльный рынок смотрите у нас понятное дело конечно нас кипр очень хорошо в этом году идет просто феноменально потому что люди просто ну на самом деле просто люди захотели сильно поехать на кипр то есть очень хорошо идет кипр стала после после огромной рекламной кампании грузия хорошо очень идет греция греция и болгария они примерно одном уровне то есть как это вам сказать то что там стабильно хороший трафиком стабильно много заказов я бы не сказал что один из них какой-то больше это одновременно отвечая на вопросы татьяны греции или болгария больше я бы сказал что они примерно одинаково то есть заказано стабильно идут и там и там понятно что в какой-то день кто-то взял больше все ногой в греции кто-то в болгарии это такой совершенно ситуативное всегда ли есть свободные авто да мы за этим очень внимательно следить то есть нету такого что нас по ни одного автомобиля не будет то есть может быть такое что в супер-раскар сезона там в августе-середине августа автомобиль будет за не буду заполнен на 80 процентов 8 процентов автомобиль может быть занят у нас при этом автомобиле сорома остается потом сотни двух сотен автомобиль нас очень много в системе поэтому за переживать за то что автомобили не будет этого не стоит страны которыми дальше вот у нас алексей спрашив каких странах мы планируем еще открываться мы дальше планируем открываться странах которые популярны для российских клиентов и туристов не только на самом деле для российских то есть больше это теплые страны там где актуален прокат авто то есть мы потихонечку добавляем в этом году добавили но него не в ней мы дорабатываем скажем так вот этот рынок просто мы абсолютно монополизаторы в черногории то есть мы причем и даже на зарубежных зарубежных поисковиках по зарубежным запросам то есть там именно на английском языке мы тоже тоже первый то есть черноголь абсолютно монополизаторы кипр для российских туристов мы тоже везде на первых местах грузия тоже то есть мы сейчас вот в этом сезоне как следует как или вот эти страны которые у нас есть то есть чтобы партнеры могли зарабатывать все зарабатывали все были довольны вот это про страны страны мы будем добавлять и будем держать обязательно ваш курсе не хочу немножко спойлерить скажем так это обязательно вы узнаете испания да это тоже конечно же будет все у нас все вот эти южные страны конечно же будет так смотрите так да так 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 я смогу помочь в чем преимущество перед rental cars и конами буки да вопрос спасибо большое у нас основные преимущества в том что у нас депозита намного меньше то есть у нас нет такого что на замораживает для русского клиента который сейчас после кризиса скажем так у нас экономическое состояние граждан чуть поменьше похуже стало rental cars удерживать всю сумму сразу то есть ты хочешь забронировать авто они сразу берут депозит они берут всю сумму и то есть человек еще перед тем как купил билеты на самолет еще перед тем как тоже вижу там сделал просто решил забронировать авто а у него уже замороженную на счету 2000 дел это первый очень большой минус второй минус того что у нас реально бронируется а конкретный автомобиль люди знают и люди знают чего получают не просто какой-то класс конкретно автомобиль которые не хотят конкретными условиями с конкретными они все знают заранее все пробычно все просто соответственно это очень полезно для клиентов потом еще из плюсов у нас нет мы не стараемся продать какие-то очень интересный момент даже для партнеров я бы сказал и для клиентов или партнеров мы не пытаемся продать дорогие страховку мы не пытаемся продать какие-то доп услуги дополнительные которых они делают деньги на это есть для клиента дороже они делают за и за это дополнительную комиссию а партнером с этой комиссии еще и не платят не чаще всего они что-то дают но очень мало мы же свою очередь мы стараемся делать максимально выгодные условия для для наших и клиентов и партнеров поэтому выгода у нас получается и тем и тем это надо обязательно учитывать ну и конечно же поддержки там 24 на 7 на русском языке что бывает в любой момент называется после продажная поддержка то есть если у нас купили у вас возникли какие-то проблемы вы просто можете в любое время дня нам написать мы вам ответим поможем на решение вопросы очень важно есть несколько комментариев по поводу того что у вас есть пропуски в городах вашем сервисе но это все наверное относится к тому что вы все равно развиваетесь и у вас планируются новые регионы и покрытие планирует расти вот перейдем дальше к вопросам говорят раз это небольшая компания с которыми вы сотрудничаете то вероятно из их поддержкой может быть проблема нет из того что это мы мы смотрите мы мы в том числе осуществляем поддержку то есть если у вас возникает проблема с прокатчиком здесь еще очень важный момент чтобы вы должны понимать что если нас хоть раз там возникла проблема с каким-то прокатчиком все то есть никаких особо никаких особо проблем то есть есть у вас возникла проблема с каким-то прокатчиком мы с этим прокатчиком больше стараемся не работать или делаем ему выговор и очень жестко за этим следим зачем нам прокачивать зачем нам пользу портить себе репутацию если у них от них плохие отзывы у нас недовольны клиенты они возвращаются там все недовольны это надо понимать что нет конечно это не пойдем и всех прокачивая который как себя плохо зарекомендовали мы конечно же расторгаем с ними сотрудничество нам это не надо Поэтому мы довольны в этом плане жестко, мы свою репутацию бережем, но вы должны это тоже понимать. И даже все маленькие компании, у нас есть некоторые маленькие компании, которые с нами стали уже такими вполне себе приличными довольно хорошими компаниями, но большими компаниями, но качество у них уже от этого не стало. Это очень здорово видеть, и мы от этого очень сильно радуемся. А вот еще вопрос от Натальи. Как можно сделать с вами партнерку по экскурсиям в Арабских Эмиратах и на Кипре? Партнерку, кстати, можно сделать с нами. И актуально ли для вас это как доп.услуга? Да, в принципе, на самом деле вы зрите в корень, как называется. Мы тоже разрабатываем это направление, у нас оно обязательно будет реализовываться. Вы можете написать нам на почту, я оставлю ВКонтакте, напишите, пожалуйста, на почту с пометки Натальи из вебинара по поводу как раз-таки экскурсии. Потому что трафик действительно похожий. Многие люди, которые берут автомобиль в аренду, они хотят посмотреть какие-то места. И как раз вот есть туристические маршруты на автомобиль. Это очень хороший и правильный вопрос. Вот. Кошка пугается. Спрашивают, что с условиями кроссборда? Предоставляется ли возможность выезда в соседние страны? Смотрите, да. Это в момент заказа автомобиля. Вы, то есть, это зависит от каждой страны немножечко. То есть, иногда это можно. То есть, там есть нюансы, например, с Южного Кипра на Северный Кипр. У нас есть партнер, кстати, который именно на ответе на этот вопрос нормально. Так, график, если привлек и денег нормально заработал с тем, что... Он отвечал на вопрос, как взять аренду авто на Кипре, на Южном Кипре, и уехать на Северный Кипр. То есть, он рассказывал, как происходит процесс проверки документов, что для этого надо. Здесь по каждой стране свои нюансы. То есть, например, мы как раз с Кириллом, с нашим директором, обсуждаем о том, чтобы, в принципе, можно, как еще один интересные услуги. Это, например, из Дубровника, то есть, из Хорватии, чтобы можно было автомобиль брать из Хорватии. То есть, мы хотим, прям, добавить вот именно аэропорт в Дубровнике в Хорватии, чтобы можно было найти прокатчиков в Хорватии и при этом захватить и Хорватию, и Черногорию. То есть, вот эта CrossBorder, она очень интересная тема, и конкретно, если вы, как себя, как клиента, вы должны посмотреть с тем, что в момент заказа авто вы просто пишете запрос определенный, и мы отвечаем. То есть, у нас саппорт скажет, что на этой машине из этого города вы можете поехать в эту страну и вернуть ее тогда. То есть, по Грузии часто спрашивают, можно там, докуда доехать, по Черногории спрашивают. А Кипр, вот этот Северный Южный Кипр, да, это обязательно, то есть, в момент заказа, или, там, если вы пишете статью, можете обратиться к нам, мы вам по конкретному случаю все расскажем, объясним и обязательно расскажем, потому что это, ну, очень много, по каждой стране есть свои нюансы. Это правильный вопрос. Я вижу много комментариев с пожеланием расширить статистику, так что, мотайте на ус. Да, да, мы мотаем очень сильно, кстати, мы мотаем вполне, да. То есть, я когда начал работать сам самостоятельно, как вебмастер, я тоже сказал, что статистика нужна, там, по дням, чтобы она была более крупная, расширенная, понятная. Это есть, мы над этим работаем, мы личниками нет, будем постоянно улучшать. Это, да, конечно, это 100%. Да, адрес, конечно, я оставлю вам адрес. У нас адрес будет оставлен по этим вопросам. Внизу у нас будет ссылка на мою почту, вы можете обращаться, мы с вами решим все проблемы, это несложно. Сергей, есть спрос, планируете ли вы добавить Турцию? Да, на самом деле, мне кажется, что Турция это довольно перспективное направление. Конечно, там специфика своя рынка есть, и там до этого то, что вот эти усложнения... То есть, мы не добавили изначально там в 2015 году, потому что начались очень вот это вот трение между там Турцией и Россией. Мы как бы не решили, ну, зачем нам добавлять рынок, который, в принципе, туда перестали и там, и тогда ввели вот это ограничение на въезд. То есть, было много причин не вводить в начале Турции. Сейчас Турция опять пошла, возможно, мы добавим к следующему сезону, в этом сезоне нет, конечно, потому что не успеем просто нормально все организовать. Да и туда только заново начинают ездить люди, поэтому многие еще боятся и отношения у нас... Ну, это сложный рынок, но мы, я думаю, к следующему сезону, если опять не будет никаких политических треней, мы придем. А другие страны? Да, у нас есть другие страны, но Сергей уже сказал, что они двигаются в этом направлении. Я думаю, что мы уже вышли достаточно за рамки вебинара на 40 минут, вот, поэтому стоит подытожить. Акция о двойной комиссии за все бронирования, связанные с Казахстаном, авиабилетов. И на этом, пожалуй, все. Наш вебинар подходит к концу. Почта Сергея Affiliate MyRendacart.com И у нас также есть почта нашего саппорта. Пишите, не стесняйтесь, задавайте все вопросы. Да, смотри, вот Тимур там быстрее, то, что Тимур там оба, Македония, Фербия, все вопросы вы просто пишите на почту, мы обязательно с вами свяжемся, там буквально сейчас мы подготовим эти слайды, чтобы выслать вам, чтобы все было комфортно, удобно для вас. Все сделаем, у меня вопрос, мы как бы открыты к сотрудничеству, есть какие-то вопросы, супер открыты, будем ждать вопросы. Ну, это интересно, то есть мы с вами в одной лодке, так сказать. Продолжение следует...